Ну что ж, а сейчас одна из самых насыщенных у нас будет презентаций с Дмитрием. Знаете, мне всегда приятно понимать, что в рамках подготовки к мероприятиям у меня есть возможность общаться с такими прокачанными экспертами рынка. И вот с Дмитрием, сколько мы там часа полтора прополтали в итоге, когда готовились к этому выступлению? Да, то есть на самом деле Дмитрий, вот то, что сейчас он даст, вот называется каждый слайд к запоминанию и к проверке. Насколько вы владеете там теми данными, которые он дает. К сожалению, надо признать, что очень многие производители и поставщики не используют эту информацию. Смотрите, мы сейчас говорим про ошибки, мы говорим про, что надо знать на старте. И далее у нас еще будет два выступления касаемо уже этих инструментов и данных, да, потому что это тоже вещь, без которой уже невозможно представить современные продажи в торговых сетях. Соответственно, передаю слово, Дмитрий. Да, спасибо, Наталья, за представление. Действительно, мы знаем друг друга. Друг говорить можем, в принципе, днями, да, потому что профессионалы, ну вот, профессиональные интересы сходятся. Вот, и Наталья предложила, в принципе, поговорить о том, ну, на что надо обратить внимание. И месседж-то был основной, собственно, а кому вообще надо в федеральные торговые сети, потому что они набирают регионы, и, наверное, сейчас, ну, уже сложно найти регион, в котором федералы еще не зашли. Ну, пожалуй, вот особенно после того, как мы прокатились и в Дальнем Востоке, то есть у меня было представление, что на Дальнем Востоке вроде как нет федеральных сетей, но им же есть. Там и красно-белые, там и светофор уже активно присутствует. Понятно, что сейчас амбиции на эту тему заявили UX5, но очень трудный регион, знаете, вот я реально понимаю, что там будет весьма интересно все это происходить. Вообще, вот на тему завоевания я одно знаю, любой производитель может найти свою нишу в каждом из этих регионов, в том случае, если будут все-таки соблюдать технологии. Ну, одну из технологий. Ну, поставщики-то остаются, просто лет 5-7, наверное, назад, когда мы в Минсельхозе встречались с сибирскими ритейлерами, мне говорили, а кто такие федералы, мы их вообще знать не знаем, они где-то там, вот за объездной дорогой, в принципе, нам погоды никакой не делают. Многих из этих сетей уже нет, какие-то остались. Почему Наталья ко мне обратилась, вот это предприятие, ну, не все, в основном здесь те, которые входят в правление, они все разные, некоторые монстровидные, некоторые лидеры своей категории, вот некоторые российские, некоторые транснациональные, которые остаются работать там на нашем рынке. В общем, компании разные, что их объединяет, это то, что все практически являются поставщиками федерального ритейла. Вот, и при этом, при всем, как бы, создавая Роспрофсоюз, признавали то, что переговорная позиция снижается, и очень сложно, собственно, с федеральными сетями ввести речь. Что такое федеральная торговая сеть с точки зрения человека, который не работает, да, ну, это вот такой золотой слиток, вот жизнь удалась, я войду в федеральную торговую сеть, вот, и все, у меня вот золото, да, вот на самом деле, как бы, есть вторая проекция, это очень тяжелый, собственно, труд. Очень тяжелый труд с очень многими нюансами, я могу сказать, что мы первыми были, кто выставились на золотой осени, как ассоциация с тентой, пригласили туда ритейлеров, ну, вот федеральных ритейлеров для того, чтобы придать некоторый экономический смысл, чтобы те агропроизводители, которые приезжают на министерскую выставку, могли провести и переговоры. Вот. Было очень интересный, собственно, случай, когда коммерческий директор сети прошелся, фанат яблочного сока, находит региональный яблочный сок, и говорит, слушайте, это то, что я хочу покупать в своем магазине, я вас готов завести, вот, просто вот прямо аж завтра. Вот они говорят, не, а мы с федеральным ритейлом не хотим работать, вы очень больно бьетесь, вот. И с ритейлом, когда мы разговариваем, они говорят, да, есть региональные производители, которые, ну, не хотят с нами работать, хотя занимают довольно-таки хорошую долю. Вот. До того, как я пришел в Роспроцсоюз, в принципе, я агрохолдингам и крупным производителям рекомендовал в первую очередь обезопасить себя, и если есть возможность создавать региональную розницу свою, особенно если категория позволяет. Вот. Дальше, что надо оценить на старте? Ну, понятно, подобное работает с подобным, да, поэтому оцените хотя бы региональную прокачку по категории того ритейлера, с которым вы хотите заключить договор, да, потому что есть и небольшие сети, напоминаю, сеть по законодательству, это от трех магазинов, поэтому, ну, наверное, можно найти что-то аналогичное. Не течите себя иллюзиями, что вы сможете пользоваться свободой договора. Свободы договора обычно с федеральными сетями нет. То есть вы будете подписывать тот договор, который есть, типовой, который лежит на сайте. Если вам удастся протокол разногласий подписать, вы просто волшебник. Вот. Поэтому, дальше вывод. Очень тщательно изучите тот договор поставки, который вы подписываете. Желательно, чтобы не просто юрист это читал, а желательно, чтобы это юрист считал на пару с коммерческим директором, потому что много технологических процессов, которые должны быть оценены. Вот. Можете даже логиста пригласить, лишним не будет. И технолога. Вот. Потому что договор подпишите тот, который есть. У меня, например, новелла топ-5 сетей, переговорная кампания этого года. Это вот договорчик вот с такими пунктами. От заказа вы отказаться без штрафа не можете. Ну, я чисто юридически. У меня одно из образований юрист, поэтому я всегда говорю, да, если сеть, собственно, не выставляет штрафы и признает, да, что у вас там форс-мажор это слом линии, то чисто юридически это не является форс-мажором, и поэтому вы отдаете себя полностью во власть сети, подписав договор. Вот. А прелесть договора в чем? Вы из заказа узнаете базис поставки. Ну, наверное, все понимают, что поставить на РЦ – это одно дело, развести по магазинам – это другое. Прайс должен быть разный. Прайс при этом один. Вот. Ну, вот такие вот договора, собственно, есть. Ну, вот для наглядности, да, вот и для оценки логистических возможностей, РЦ – это одна точка доставки. Если вы работаете со всей Российской Федерацией, это несколько РЦ, а магазин – это совершенно другое. Вот. Попробуйте понять, собственно, объем, опять же, оценив, наверное, вот и свою категорию. Но, наверное, не секрет, что аналитику покупают у тех же, собственно, специалистов сетей. Вот. Я не знаю, насколько законно она попадает, но в интернете, наверное, за скромные деньги довольно-таки можно, собственно, купить, оценить, собственно, объем. Будьте готовы к тому, что заказы будут плясать. Вот. По нашей практике, как бы, заказ может там плясать и в 10 раз, и это даже не только в акцию. Вот. Практика показает, что есть еще ажиотажный спрос и так далее. Вот. Сейчас наши жалуются, что при условии того, что они даже работают с Федерацией, вот, а заказы перестали быть кратным по летам. Что такое кратным по летам? Я могу сказать, что есть пункт в одной из сетей, вот, в которой написано, что ИСКЮ должно быть на отдельной по летам. Вот о такой прелести, как едет грузовик, и половина грузовика загружена коробками с товаром, а половина пустыми по летам, чтобы на РЦ поставить по лету и поставить туда коробочку, которая составляет ИСКЮ. Вот. К этому тоже надо быть готовым. Вот. Дальше. Ну, понятно, вот здесь Инна немножко сказала, вот, я дополню, если вы хотите войти на полку, то вы понимаете, что вы должны кого-то выкинуть с полки. Для того, чтобы выкинуть с полки, у вас должны быть очень веские аргументы. Я вот боюсь, что просто сказать, вот, отвечаю, продажи будут хорошие. Ну, вот, как-то они это не поверят, да, вот. Ну, так же, как и это, да, поговорить с Байером, это отдельная сказка, потому что к Байеру надо еще как-то попасть на прием, да. Иначе бы не было круглых переговоров, которые проводит Империя с Байерами, да, вот. Там единственная рулетка, что попробуйте попасть на своего категорийщика. Это вопрос, который мы даже в рамках союза смогли решить вот только коллективным разумом. В чатах люди просто сами обмениваются, потому что я пытался взять телефоны, контакты закупщиков у сети и понял, что они устаревают через месяц, а через три там уже там такие дыры, что начиная заново переговоры. Вот. Поэтому подойдите к полке, посмотрите на полке, где вы себя видите, где вы видите свой товар. Можно я здесь тоже немножко вклинюсь? У меня недавно, в прошлом году, точнее, было общение с одним производителем, который хотел зайти на полку российских сетей. И первый вопрос был, а вы вообще в магазины ходили, смотрели, где вы есть? Они такие, нет. При этом у них уже есть проблемная история с вкусвиллом. То есть они вошли каким-то образом во вкусвилл, но они даже себя не представили, где... Мы буквально вместе ходили, смотрели их присутствие потенциальное на «Глобусе». Одна из самых широких полок, где вы можете себя примерить, это «Глобус». Ну, наверное, одна из самых ярких. Кстати, кто не из Москвы в «Глобусе», вот побывайте. Как минимум себя вы можете представить, потому что там все-таки широкая полка, и ребята любопытно собирают ассортимент. У них другой покупатель, ну, более, скажем так, готов экспериментировать в том числе. Поэтому они имеют возможности иногда предложить какой-то другой товар. Бывали? Поднимите руки, кто был в «Глобусе». О, побольше. Ну, кто не был, найдите время, доедите здесь в «Медведково», если что. Один из хороших примеров у них есть. Но просто к тому, что вот это упражнение наделать обязательно. Если вы его не делаете, у вас очень многие вещи вообще уходят из вашего поля зрения, потому что без представления конкретно, как вы будете смотреться, это невозможно. Просто невозможно. Ну, это самое очевидное. Это очевидно, но почему-то на практике очень часто не делается. Меня это крайне удивляет. Поэтому лежит на поверхности, но тем не менее. Но учтите, вот действительно в любой сети навряд ли вы найдете пустую полку, которая вас ждет. Ну, вот все они заполнены каким-то товаром, который как-то продается. Через аналитику вы можете подсмотреть, собственно, продажи. Ну, пойдем дальше. Я смотрю, Наташа на часы смотрит. Да, время не вам. Определитесь с форматом. Если вы даже вот хотите там в X5, то вы учтите, что в X5 тоже разные форматы. То есть есть дискаунтер, одно из каю, одна потребность. Это вот чижик, который сейчас показывает очень хорошие показатели. Есть более широкий ассортимент, пятерочка. И те режут ассортимент, те оставляют только ходовые позиции. Вот есть перекресток, который, как Наташа говорит, более широкий ассортимент. Ну, и чуть легче попасть. Если хотите попасть, собрать какую-то статистику, посмотрите на иннауты. Это вот вывод на месяц. У вас будет, по крайней мере, аналитика, без которой очень сложно, собственно, куда-то зайти. Посмотрите на ценообразование. Потому что ценообразование, их всего, собственно, два классических. Это вот либо низкая цена каждый день, либо, по-русски говоря, горки. Высокая-низкая. Вот сейчас все практически ритейлеры играют в высокая-низкая цена. Потому что основные продажи идут по скидкам. Соответственно, когда вы приз-курант утверждаете в сети, вы должны быть готовы, что скидка будет и 30, и 40 процентов. И только в этот момент будут продажи. Поэтому с низкой ценой зайдете. Что вы будете отвечать на скидку, непонятно абсолютно. И плюс по аналитике оценивают вот эти горки как более выгодные для ритейла. Поэтому понятно, почему весь рынок, собственно, играется в эти скидочные истории, которые зачастую наносят некоторую финансовую ущербу и ритейлу, и поставщику. Поэтому определитесь вам, жена, понимать, что кроме того, вы на полке посмотрите, еще по какой цене вы будете стоять. Потому что выглядеть красиво хорошо, но цена при условии того, что последние годы снижается реальная покупательная способность. Это и ЗОЖ, и все тренды как бы хорошо, но самая низкая цена – это в любом случае превалирует. Оцените финансовые возможности. Потому что первое – отсрочки. Отсрочки, слава богу, законодательно сейчас регулируются по нашему мониторингу. Если задерживается оплата ненадолго, если вам нужны деньги, сразу можно фактурингом воспользоваться. Ну, понятно, что это тоже финансовый сервис, не бесплатный. И будьте готовы к штрафам. Потому что обязательность заказов, она приводит на сегодняшний день к выставлению штрафов. Если вам закажут годичный товарооборот по СКЮ, вы не сможете его поставить, то, в принципе, ничего страстного. Может, вы и не ожидали, что вы поставите. А 15% будьте добры, собственно, заплатить. При таких условиях особо не надо, собственно, и поставка товара. У вас должен быть обязательный складской запас. Причем складской запас у вас должен быть не просто так, а с учетом остаточного срока годности. Остаточный срок годности по договорам у нас на сегодняшний день составляет 70-90% в зависимости от категории. Это большая проблема. Потому что у вас стоит товар, а вам надо поставить товар, который по ОСГ пройдет в сети. Иначе вам его развернут, опять же выставят штрафы. И получается, что вы как-то разочарованы в этой итерации. Посмотрите, что вы по IT-инфраструктуре должны быть подготовлены. Причем связь лучше 24 на 7, потому что в некоторых сетях есть фиктивное подтверждение заказов. Ну, за час. Ну, то есть сейчас вы понимаете, вы должны, собственно, с сотовым телефоном и с EDI-системой просто жить. Вот. Аналитика. Аналитика, вот правильно была там сказана, там, часть, да, что вы о переговорах должны предъявить и доказать, что вы будете продаваться. Но, кроме того, есть еще колебания, как бы, по сырью и так далее. И согласовать, вот мы в рамках саморегулирования смогли договориться 30 дней на рассмотрение предложения. Это не значит, что у вас примут, как бы, цену. Если вы имеете нордический характер и готовы остановить поставки, то вы по саморегулированию можете остановить поставки. Но, как показывает практика, не все имеют такую устойчивую нервную систему. Вот. И боятся, собственно, оказаться без заказов. Поэтому здесь надо аналитикой подкладываться со всех сторон. Согласование цены, кроме того, имеет еще определенный фокус. Это вот McDonald's, это из моего детства такие вкладыши. Но он очень хорошо показывает, да, вот когда вы говорите, что вы хотите поменять прескурант, вы должны показать подтверждение, что в других сетях вы его уже поменяли. И поверьте, этот фокус очень непростой. Поэтому к этому надо быть тоже готовым. Но, опять же, вы приходите, вы либо рейтинг предприятия, рейтинг СКЮ, доказательство того, что вы будете продаваться, потому что, ну, просто словам, как «Москва не верит», да, был такой хороший. Это все федеральные сети в основном в Москве. Стабильность качества. Стабильность качества, потому что вы можете зайти с нормальным продуктом, а потом может отдел качества сам проверить, а еще Роскачество может проверить, и тогда вы себе можете почитать уже из СМИ, да, что у вас нарушения какие-то. Вот. А если вы вылетаете по качеству, то вернуться практически невозможно. Могу по опыту сказать, с учетом того, что я с отделами качества, как бы, контактирую. Вот. И все это складывается в то, что для того, чтобы работать с федеральным ритейлом, вы должны вот умудриться вот из таких подвешенных отдельных деталей бизнес-процесса выстроить их так, чтобы у вас сложилась красивая картинка. И тогда вы действительно будете, собственно, много продавать, на этом зарабатывать. Вот. А мы, как ассоциация, вот мы коллективный разум, мы, собственно, вместе обсуждаем договора, вместе обмениваемся опытом. Вот. Несмотря на то, что все, собственно, работают там сетями, создали кучу форматов, в том числе с использованием там ВКСов, Зумов, Ватсапов, Телеграмов. Вот. Ну, мы таким образом, по крайней мере, закупщиков вот оперативно у нас коллеги, собственно, меняются. Да, потому что кто-то доходит первый до сети, узнает. Вот. И он понимает, что как бы он облегчает и себе жизнь, потому что в следующий раз коллеги, собственно, поднимутся. Ну, выводим договоренности, встречаемся и с ритейлом регулярно на всех, на всех площадках. Одни из площадок, вот сейчас региональные недели ритейла, вот, проходят. Вот на этот год расписание. Кому интересно, можете посмотреть, особенно если ваш регион, потому что я отъездил как раз вот прошлый год с ассоциацией экспертов рынка ритейла, могу сказать, что очень познавательно и полезно, потому что и региональные органы власти выдергивают, и диалог, и очень много действительно нюансов таких дальневосточных раскрывается, калининградских и так далее. Поэтому рекомендуем. Спасибо огромное. И да, вот подпишитесь на телеграм-канал. На самом деле, я вообще вот рекомендую сейчас все-таки телеграм-каналы активно использовать. Мы, наверное, знаете, что сделаем? Мы, наверное, основные ссылочки на телеграм-каналы соберем. В частности, вот вчера у нас было у коллеги, у Анны Тищенко мероприятие. Она ведет канал Катмена, и там, соответственно, есть... Кто подписан? Верните, ребят, верните на один слайд назад, пожалуйста, чтобы на последний слайд можно было увидеть. Просто понимаете, в какой момент нетворкинг, знание людей, иметь возможность... Еще в обратку, уже в финал. Еще... Там самый последний слайд. Последний. Да. Да, вот. Все, спасибо. Я, наверное, сделаю действительно подборку, какие каналы можно и стоит, на которые подписаться. Вы найдите себе практику, ну, сначала так, регулярно смотреть, потому что есть чатики, в которые буквально сидят закупщики. Они регулярно размещают какие-то запросы. То есть не надо говорить о том, что совсем ритейлеры не хотят быть на связи. Продолжение следует...